Добрый вечер! На телеканале Видное ТВ прямой эфир в студии Юлия Пагасен. И сегодня мы поговорим о очень актуальной на сегодняшний день теме перехода организма от зимы к весне. Ведь этот период для многих становится проблемой, обостряются некоторые заболевания. Ну и в конечном итоге очень распространенная хандра, которая многим известна. А расскажет нам об этой теме подробно сегодня Зумруд Амаровна Амарова, врач-терапевт участковой Видновской клинической больницы. Зумруд Амаровна, добрый вечер! Здравствуйте! Ну вот хандра, да, очень распространенный такой термин. Многие им апеллируют, говорят, у меня хандра, все, я ничего не могу делать, вплоть до того, что не работать, неполноценно жить. Действительно ли существует та самая весенняя хандра? Вот с медицинской точки зрения. Да, ну значит весенняя хандра, что это? Это, конечно, такое парадоксальное явление, так как вроде наступает весна, вроде солнце, хорошая погода, прогулки. Вроде как люди должны расцветать, но, к сожалению, увы, люди, наоборот, ощущают усталость, сонливость, плохое настроение. Им ничего не хочется делать. Вот почему такое происходит с медицинской точки зрения? Именно из-за нарушения гормонов. Гормональный фон нарушается. Почему? Потому что зимой у нас световой день короткий, мы чаще хотим спать, вырабатывается много мелатонина, именно из-за этого мы бываем сонливые, да, зимой. Мы сонливые и зимой, и весной. Но весной, вот почему это происходит весной. А весной у нас световой день становится длиннее, и из-за того, что вырабатывается серотонин, его мало вырабатывается, из-за этого люди чувствуют вот как раз-таки вот это ощущение усталости, плохого настроения, потому что идет гормональный сбой, идет дисбаланс. Что же нужно делать для того, чтобы этот дисбаланс восстановить, переходя с зимы на весну? Значит, в первую очередь нам нужно побольше находиться на свету. Это прогулки, свет должен попадать на сетчатку глаза, для того, чтобы у нас вырабатывался этот серотонин. А вот это недостаточно того, что солнце светит в окно и обязательно на улице находиться? Нет, именно он должен попадать на сетчатку глаза. Если зимой мы до работы, конечно же, пользовались транспортом, до учебы и так далее, потому что холодно, то сейчас нужно пробовать делать это пешим. Ходить подольше, находиться на свету. Дальше есть такая цветотерапия. Это мы должны смотреть на яркие цвета, близкие к солнцу. Голубой, ярко-салатовый, розовый. Это тоже очень хорошо влияет для нашего организма весной. Ну как сделать это? В гардероб внести такие цвета? В гардероб внести эти цвета, ходить, в зоопарки, в парках гулять, какие-то представления смотреть красочные. Вот это все очень хорошо влияет. Разнообразить свой досуг в том числе, чтобы наполнить положительными эмоциями. Да, положительными эмоциями, яркими цветами и так далее. Значит, что еще? Это физические нагрузки. Как бы это ни звучало, хоть нам не хочется ничего делать, но физические нагрузки, я имею в виду именно ходьбу. Хотя бы ходить побольше, прогуливаться утром, вечером. Значит, далее это витаминотерапия. Все витамины, которые мы истратили за зиму, не восполняя это ни овощами, ни фруктами, в принципе, да, немножко скудный стол у нас зимой. Вот, весной мы это все должны восстановить. Нужно потреблять в пищу побольше овощей и фруктов именно красного цвета, потому что вырабатывается серотонин. Там больше серотонина находится. Вот. Но некоторые специалисты говорят, что именно овощи и фрукты красного цвета, они тяжелые на организм, на кишечник. Там больше находится серотонина. Именно в красных овощах, особенно помидоры. Вот сейчас надо налегать на помидоры. Вот. Значит, о сне тоже не будем забывать. У нас есть определенный гормональный сон. Когда мы должны спать, когда наш организм отдыхает. Это с 10 ночи до 2 ночи, когда у нас вырабатываются гормоны, чтобы утром мы были отдохнувшие, будто мы спали. А не так утром встаешь, и у тебя совсем нет никаких сил, как будто ты в огороде, как говорится, работала всю ночь. Утром вообще нет никаких сил. Это происходит именно из-за этого. Потому что мы пропускаем свой гормональный сон. Мы ложимся в 12 в час. У всех он одинаковый? Да, да. У мужчин он немножко... Ну, полчаса разница у мужчин и у женщин. 21-30 и до 2 ночи. Человек должен спать для того, чтобы он отдыхал, восстанавливался. Ну, если человек все это выполняет, и он не справляется, конечно же, нужно обратиться к врачам. Ну, например, по вашей практике. Вот были такие обращения, что вот все это делаю, но однако же не помогает. Что вы советовали? Конечно. Значит, мы будем восполнять в первую очередь, это будет витаминотерапия. Вот как раз плавненько можно перейти к авитаминозу. На эту тему. Да, авитаминоз. Ну, давайте начнем с того, что так такового авитаминоза в данное время сейчас у нас не существует. Авитаминоз – это отсутствие какого-либо витамина полностью. Раньше существовал авитаминоз, так как не было продуктов питания определенных, люди голодали. Из-за этого было очень много болезней. Ну, сейчас, например, можно, пусть не высокого качества, однако же купить и огурцы, и помидоры, и другие овощи, фрукты в зимний период. Раньше такого не было. Да, да, да. Вот. Значит, такие заболевания, как, например, цинга, это полное отсутствие витамина С, от этого люди умирали раньше. Была болезнь Бери-Бери, когда люди питались, например, одним рисом. Это нехватка витамина группы В, и тоже люди не могли ходить, у них возникала полинеэропатия, да. А сейчас мы говорим… Простыми словами, это что? Это… что именно? Ну, вот термин, который вы сейчас произнесли, почему они не могли ходить? Полинеэропатия, он перестает ходить, потому что недостаток витамина группы В в организме. Да. Вот. Ну, вот, какие стоит принимать витамины в этот особенный период людям для того, чтобы поддержать свой организм? Да. Вот сейчас мы будем говорить о гиповитаминозе. Это недостаток, дефицит какого-то конкретного витамина. Сейчас в основном преобладает это недостаток витамина Д3, омега. Это обязательно минералы, цинк, калий, магний и так далее. Значит, как нам понять о том, что у нас есть дефицит… Того или иного, да, витамина. Да, того или иного гиповитаминоз. Это, естественно, в первую очередь, это усталость. Когда утром мы встаём, будто мы и не спали. Усталые, апатичные, ничего не хочется делать. Это раздражительность, это сухость кожи, это пигментация кожи, это вот этот гиперкератоз на пятках, даже тоже может быть из-за гиповитаминоза. Значит, что нужно делать, как нужно бороться? Да, если… Нет, а как? Хорошо, вот эти вот, например, какие-то из этих признаков, они имеются. Надо кровь сдать, к специалисту ли обратиться, к дерматологу ли обратиться. Потому что, ну, может быть, эта сухость возникла там один раз из-за какой-нибудь неудачной одежды, а человек уже подумает, так, всё, у меня что-то неполадок, непорядок с витаминами, и начнёт усиленно какой-либо витамин пить. Ну, что касается, например, витамина D, конечно, в первую очередь нужно сдать анализы на этот витамин D3. Каждый человек должен знать, какой у него уровень витамина D в крови. Потому что переизбыток этого витамина, он может быть намного пагубнее сказываться на организме, чем его дефициты. Поэтому обязательно нужно сначала, конечно же, сдать анализы. Омегу можно профилактически принимать два раза в год, в принципе, без анализа. С учётом того, что у нас сейчас на прилавках всё равно не те продукты. Там недостаточное количество витаминов и минералов. Поэтому нужно немножко таблетированно себе извне помогать, помимо продуктов. А вот как Вы относитесь к витаминам, которые продаются в, так скажем, иных формах, чем таблетки? Жевательные, растворимые, может быть, да, какие-то такие шипучие для воды, которые растворяются. Они несут такую же пользу? Или всё-таки вот таблетка – это то, что незыблемо, то, что действительно поможет? Нет, ну, например, я хорошо отношусь к витаминам на масляной основе. Мне кажется, они намного больше усваиваются организмом, чем таблетированные формы. Я не против. Например, Д3 тот же в каплях на масляной основе, мне кажется, прекрасный. В каплях? С ним обязательно должен идти кальций для того, чтобы организмом усваивалось. Вот, пожалуйста, в каплях в первой половине дня употребляем в течение месяца и потом пересдаём, соответственно, анализы, проверяем, продолжать нам курс лечения или нет. Если говорить о хронических заболеваниях и о людях, у которых тяжёлые заболевания, я знаю, что слышала от специалистов, что именно период от зимы к весне у людей, у которых есть тяжёлые заболевания, он проходит очень тяжело, вплоть до того, что может случиться непредсказуемое с летальным исходом. Это действительно ли так? Вы можете это подтвердить? Я считаю, что да. Почему? Потому что как раз-таки с перехода зиму на весну, как мы уже сказали, у нас гиповитаминоз, у нас перестройка гормонов. И, естественно, на этом фоне у нас очень сильно снижается иммунитет. А что происходит? Если снижается иммунитет, все наши хронические заболевания, естественно, обостряются. Помимо этого, ещё другими мы становимся немного ослабленными для других инфекций, для простудных заболеваний, для ячмень, атид, ангина. Всё это немножко наш организм уязвим в это время, к сожалению. Но вот витамины могут в этом помочь защитить именно от инфекционных заболеваний в этот период? Конечно. В первую очередь это витаминотерапия, вторая очередь это употребление продуктов питания разнообразных, здорового питания. Так как наша микрофлора кишечника очень большое влияние имеет на того, как усваиваются витамины, даже микрофлора кишечника в какой-то мере вырабатывает какие-то витамины, витамины группы В, например, и нам нужно следить за этой микрофлорой. Надо разнообразить своё питание, так сказать. А людям, которые имеют тяжёлые заболевания, в этот период, наверное, надо ограничить контакты с другими людьми, чтобы не заболеть инфекционными? Да, конечно. Если они приходят в ту же самую амбулаторию, когда ко мне приходят на приём пожилые пациенты, я обязательно говорю, что когда вы приходите сюда на приём, вы обязательно носите маску. Потому что полный коридор людей сидит, кто-то кашляет, кто-то с температурой по неотложной помощи. В любом случае я всегда об этом говорю своим пациентам, что нужно носить маску, когда приходишь в людные места. С приходом весны уже появились первые заявления о том, что, ну всё, аллергия, кажется, наступает. Когда, например, начинается такое обострение у аллергиков с цветением, да, наверное, определённых деревьев, кустарников, уже всё, период начался, действительно, да? К сожалению, нам остаётся только, как говорится... Им пожелать удачи. Пожалеть, пожелать удачи, потому что для них сейчас начинается вот этот период цветения. Это очень тяжёлый период для аллергиков. Но я так думаю, что каждый уже знает, как подготавливаться к этому периоду, что нужно делать. Ну и ещё раз мы это обобщим, конечно. В первую очередь эти люди не должны выходить на улицу в ветреную погоду, в сухую, сильно жаркую погоду. Нужно оставаться дома в этот период. Спать нужно с закрытыми окнами. С утра проветривать помещение. Проводить влажные уборки, желательно два раза в день. Если вы выходите на улицу, это обязательно маска для защиты слизистых, это солнцезащитные очки, это шляпа с большими полями. И после прихода домой обязательно нужно сменить одежду, на которой может быть вот этот аллерген, и принятие душа. Замрута Марвановна, ну и невозможно не затронуть тему того, что начинается такой вот садово-огородный период, когда многие выезжают на свои дачи, хотят уже работать на огороде с цветами, с какими-то своими продуктами будущими. Да, и, соответственно, проблема мышечная, опорно-двигательная. Вот как подготовить себя к этому непростому периоду, когда люди будут свои силы оставлять на своих огородах, и как, может быть, предостеречь? Ну, скажу, мои пациенты очень сильно ждут этот период, когда они уедут на дачу, когда они возьмут лопату в руки и перекопают весь огород. Но здесь нужно немножко, да, грамотно к этому подойти, поэтому я надеюсь, что информация, которую я сейчас скажу, будет очень полезна для моих пациентов, вообще для всех людей. Значит, с учетом того, что мы перешли с зимы на весну, организм еще полностью не восстановлен. У людей есть энтузиазм, да, сейчас возьму лопату, все перекопаю, все сделаю, уже все планы построили, что нужно сделать, какие дела у них там на даче. Вот, но немножко посоветую умерить свой пыл. Значит, нужно дозировать физические нагрузки, конечно же. Начнем с того, что в течение дня нужно находиться на огороде часов 5-6 в день. Это 2 часа до обеда и 2 часа после обеда. Значит, конечно же, когда у нас пик жары, нужно находиться в это время в тени. Обязательно свой труд нужно дозировать. И вы каждый час, нужно минут 15-20, немножко полежать в тенечке, закрытыми глазами, в тишине отдохнуть. Значит, дозировать отдых и физические нагрузки. Значит, находиться в тени, сказала. Третье, обязательно не забываем про перчатки. И всегда под рукой, чтобы у вас была аптечка для того, чтобы вдруг порезы, раны и так далее, чтобы можно было оказать первую помощь. Значит, следующее – это поза, в которой работают дачники. А значит, если в течение дня, как говорится, буквально, если человек сложился пополам, и долгое время он находится в такой позе, и потом он пытается выпрямиться, и, естественно, что мышечные боли, спазмы. Чтобы этого не было, поза дачника считается это на четвереньках. На четвереньках. На корточках тоже нет, потому что это идет нагрузка на колены, на тазобедренные суставы, нарушается кровоток, поэтому это на четвереньках. Но ни в коем случае колени не должны быть на сырой и холодной почве. Нужно немножко что-нибудь подстелить под коленки. Ну вот сейчас специальные стульчики продают. Да, вот специальные, да, надколенники берутся, по-моему, и вот на этот стульчик становишься. Далее, что еще хочу посоветовать. Ну а что, если произошло? Ну вот не уследил человек за собой, позу неправильную принял, или как-то вот колени не подстелил что-либо на землю. Ну вот все, переклинило. Да, схватило, да, хандрак, как говорится. Но в этом случае обязательно в аптечке нужно иметь мазин с нестероидными противовоспалительными, эндомитоциновая, капсикан, миновазин тот же самый. Они обязательно должны быть в аптечке. Если нет, конечно, возможности обратиться к врачу для назначения таблетированных форм нестероидных противовоспалительных, ну я думаю, что дачники уже все это имеют в своих аптечках. Опытные. Да, да, опытные. Зумрудна Марвановна, ну все-таки когда-нибудь этот период закончится, когда он закончится, вот этого перехода, когда наши организмы наполнятся всем необходимым? Наверняка есть период, когда вы уже прекращаете поступать, получать такие жалобы, ну и годами выработана же какая-то система, май, апрель. Ну, знаете, я считаю, если сам человек будет этих правил придерживаться, значит, это сон, питание, витаминотерапия, прогулки на свету, немножко обогащать свою жизнь цветами яркими, я думаю, что организм способен справиться с этой всей хандрой, как говорится. Вот, а если уже он не справляется, конечно, тут есть сложности. То есть все зависит от человека, да? Да, да, я считаю, что каждый должен жить по режиму, стараться придерживаться. Я считаю, что пациенты, сами люди, должны любить жизнь, должны любить природу, должны любить то, чем они занимаются. И тогда, я думаю, все у него будет хорошо. Ну и, конечно же, вовремя проходить диспансеризацию, что очень важно. И сейчас невероятно доступно по всей стране и в нашем Ленинском городском округе делается все для того, чтобы каждый человек мог быстро пройти диспансеризацию, максимум получить услуг и узнать о своем здоровье буквально все. Согласна, согласна. С этим у нас сейчас, слава богу, проблем нет. Все возможные обследования, анализы крови и так далее, это все без проблем. Главное, чтобы пациент обратился, пришел, попросил помощи, изъявил желание, чтобы обследоваться. Но зачастую многие пациенты не хотят этого для того, чтобы не обнаружить, не дай бог, какое-то хроническое заболевание у себя. Но с такими пациентами я говорю, объясняю, чем это все чревато. Но, наверное, самое главное, что диспансеризация дает возможность, даже если какой-то обнаружат специалисты хроническое заболевание, диспансеризация дает возможность об этом узнать на ранней стадии, а значит предотвратить. Да, так я и говорю пациентам, что лучше мы выявим это на ранней стадии, поможем вам и, как говорится, избавимся от того, что нашли. Чем вы будете в неведении, всегда говорю, давайте для успокоения души сделаем, посмотрим и пойдете с богом на полгода. Зумрута Амаровна, спасибо вам за эту интересную познавательную беседу, уверена, нашим зрителям. Что-то пригодится, и они воплотят это в своей повседневной жизни. Дай бог, дай бог. Спасибо вам тоже большое. Всем здоровья, всем удачи. Занимайтесь собой, любите себя, любите жизнь, любите природу, ваши огороды. В этом плохого ничего нет, но все в меру, все соразмеренно нужно делать. Будьте здоровы. У нас в гостях была Амарова Зумрута Амаровна, врач-терапевт участковой Винновской клинической больницы. Прямой эфир на телеканале Видное ТВ подходит к концу. Я прощаюсь с вами. В студии была Юлия Погосян. Не переключайтесь, будьте с Видное ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова